В марте 2020 я окончил Московский авиационный институт и учебный военный центр при Московском авиационном институте. Так как по рейтингу успеваемости я занимал первую строчку, то у меня была возможность выбрать место будущей службы. Я выбрал воинскую часть на Дальнем Востоке, так как должность в этой части предлагалась интересная и не совсем стандартная. Сложности начались на следующий день. Оказалось, что Главное управление кадров Министерства обороны не владеет точной информацией о местонахождении этой части. Но воинская часть не иголка, и вскоре она была найдена. По приказу министра обороны 20 новоиспеченных молодых лейтенантов пополнили ряды вооруженных сил Российской Федерации. Хотя изначально нас было 40 человек. Знакомство с воинской частью началось с выговора от командира части, после того, как меня ему представили. Оказывается, я должен был прибыть в часть раньше того срока, который был указан в документе предписаний. Почему и зачем никто объяснить так и не смог. Обратиться за разъяснениями к командиру части я не успел, так как после выговора он удалился по своим делам. Вскоре я узнал, что обращаться за разъяснениями к начальству в вооруженных силах считается плохим тоном. Все, что требуется от военнослужащего, хоть срочника, хоть контрактника, хоть офицера, это так точно никак нет. Ура, ура. То, что во время учебы было веселой шуткой, во время службы стало абсурдной реальностью. Далее мой путь лежал в отдел кадров воинской части, где начнется самая интересная часть этой трагикомедии. В кадрах мне сообщили, что та самая интересная и не совсем стандартная должность была сокращена еще до моего выпуска. Что меня тут не ждали и что я им вообще-то и не нужен. Позже я узнал, что сокращение произошло из-за отсутствия необходимого вооружения и военной техники. На мой закономерный вопрос и что же дальше ответили, «Прими нежестоящую должность, скоро придет равная этой, и мы тебя переназначим». А если откажешься, то назначим на равную без твоего согласия, только еще и деньги потеряешь. Состояние было как после удара электрошоком. Уехать из Москвы за 6000 километров, чтобы сначала занимать ниже стоящую должность, и все это в части, где ты не нужен. Дали 15 минут на раздумье, попросил сутки, в итоге отказался. Общение со своим бывшим начальством из УВЦ ничего не дало. Ничего страшного не видим, нормальное предложение, соглашайся. Вернувшись в гостиницу, я немного пришел в себя и решил не рубить с плеча. Пару месяцев присмотреться. Первое впечатление могло быть обманчивым, а уволиться всегда успею, ошибочно думал я. За два месяца я увидел своими глазами то, о чем вам пишут в письмах военнослужащие. Абсолютно потребительское или даже скотское отношение командования к подчиненному личному составу. Нарушение регламента служебного времени, задачи, не относящиеся к твоим обязанностям, прихоти вышестоящего начальства, всего этого здесь лихвой. Поначалу мне были совершенно непонятные, нелогичные и недальновидные действия руководства. Но потом стало ясно, что все дело в выслуживании перед начальниками. В таких ситуациях должностными лицами утрачивалось не только честь и достоинство, но и элементарная адекватность. Порой казалось, что командование работает только для того, чтобы сделать службу максимально невыносимой. В голову приходят воспоминания участника русско-японской войны, красного графа Игнатьева, изложенной им в книге «50 лет в строю». Граф писал, для войсковых начальников высшее начальство было куда страшнее японцев. От последних можно отступить, а от начальства никуда не уйдешь, оно тебя повсюду, даже в глубоком тылу обнаружит. Про бюрократизм сказано много, подробно на этом останавливаться не хочу. Служебное жилье, да, есть, если повезет, то без плесени на стенах и потолке. Но без элементарной мебели, без бытовой техники, а из крана будет гарантированно течь желто-коричневая жижа. Не нравится? Снимай квартиру за свой счет. В один прекрасный день командир части приказал мне надеть парадную форму и сфотографироваться на фоне лучшей, уже обустроенной квартиры для фотоотчета. Мол, молодым лейтенантам сразу по приезде дают такие квартиры. На мой отказ от участия в этом мероприятии от заботливого командира посыпались угрозы, что он, мол, сдаст меня в прокуратуру за неподчинение приказу. Вся абсурдность ситуации была в том, что наверху отлично знают, как на самом деле обстоят дела. Через два месяца моего участия в этом цирке за колючей проволокой, я принял твердое решение уволиться из вооруженных сил. Казалось бы, прости-прощай и забыть как страшный сон, но дальше история будет только сильнее раскручиваться. На этот день мое увольнение длится уже более десяти месяцев. Как и в случае с назначением приказа министра обороны на несуществующую должность, сложилась еще одна невозможная ситуация. Уже год, как я не занимаю воинской должности и не выведен в распоряжение командира части. В законе такая ситуация не прописана. И это при условии острого кадрового дефицита в округе. В результате пришлось познакомиться с нашей так называемой правоохранительной системой. Направляя очередное обращение, чтобы в будущем доказать, что я не бездействовал, поневоле думаю, что власть имущие придумали такую систему для издевательств над простым народом. 30 дней ждать формальный, ничего не значащий ответ, если ответ вообще будет. Недавно состоялась очередная беседа с начальником войск ПВО и авиации округа, где мне в популярной форме рассказали, что во всей сложившейся ситуации виноват один только я, а ошибки начальства малы и незначительны. И вообще они не видят причин не проходить военную службу. А еще мне сообщили, что военнослужащий не должен получать ответы на свои обращения. Редактор субтитров А.Семкин